Валерий Карпин поквятался с прошлым Валерий Карпин поквятался с прошлым Ростов второй раз за сезон победил Спартак Газета «Коммерсант» номер 66 от 15 апреля 2019 года Строение 12 В центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу Ростов обыграл Спартак 2 к 1 Под руководством нынешнего главного тренера Валерия Карпана Чье имя для многих в первую очередь связано со Спартаком Ростовчане не только впервые в истории одержали над красно-белыми две победы в рамках одного чемпионата Но и значительно усложнили москвичам борьбу за медали Тем временем ЦСКА дома сенсационно уступил Оренбургу 2 к 3 В результате «Зенит», забивший пять безответных голов Анжи Снова увеличил отрыв от ближайших преследователей до 6 очков На фоне предыдущего тура, в котором ЦСКА обыграл Спартак А «Зенит» и «Локомотив» оформили боевую ничью Второй апрельский уикенд чемпионата России вроде бы выглядел бледно Наиболее принципиальным в данном случае считался матч в Ростове-на-Дону Где Ростов принимал Спартак Мало того, что встречались соседи по таблице, претендующие на участие в Еврокубках Так еще в первом круге Ростов Валерия Карпана Чья фамилия у многих по-прежнему ассоциируется с красно-белыми На выезде смог одолеть бывший клуб своего нынешнего главного тренера В той встрече одним из самых заметных в составе победителей был полузащитник Айас Гулиев В прошлом сезоне он был арендован Ростовому Спартака Зимой вернулся в родную команду и сыграл за нее в пяти и со шести последних официальных матчей под руководством Олега Канонова Однако встретиться с недавними одноклубниками 22-летнему Ховбеку не удалось Влипнув в историю, связанную с избиением пешехода, оказавшимся американским гражданином Айас Гулиев был оштрафован клубом, по неофициальным данным, на 5 миллионов рублей И в Ростов-на-Дону не полетел Таким образом, как и в прошлом туре, в неудачном матче против ЦСКА в середине поля Спартак выставил Романа Зобнина и Дениса Глушакова Которые поначалу неплохо разгоняли атаки своей команды Счет, однако, открыл Ростов, до поры действовавший исключительно вторым номером После подачи углового норвежец Матиас Норман головой переправил мяч Александру Гацкану А того упустил защитник Спартака Самюэль Жига Француз лишь на прошлой неделе вернулся в основный состав после разрыва крестообразных связок И пока выглядит не столь надежно, как в начале сезона Ответный гол случился через четверть часа Прекрасно проявил себя парагвец Лоренца Мельгареха Который вывел Зобнина практически один на один с вратарем Сергеем Песяковым Полузащитник сборной России в матчах за свой клуб не забивал с чемпионской спартаковской весны 2017 года Но на этот раз не промахнулся Во втором тайме под моросящим ростовским дождем на поле стало совсем жарко Главный судья Владислав Безбородов направо и налево раздавал желтые карточки А полузащитник Спартака Георгий Мелкадзи и защитник Ростова Сергей Паршивлюк не использовали по выгодной возможности, чтобы забить Но в конце концов это все-таки удалось ростовчанину Элдору Шамуродову После идеальной передачи Романа Еременко, недавнего спартаковца, на место которого фактически и пришел Зимой Айаз Гулев Форвард из Узбекистана на втором этаже переиграл все того же Жига Гости изо всех старались отыграться, однако все их попытки оказались безуспешными В итоге Ростову удалось не только впервые в истории отпраздновать вторую победу над Спартаком в рамках одного чемпионата Он еще и предельно осложнил ему борьбу за медали, а значит, и за путевку в Лигу чемпионов За 7 туров до конца Спартак отстает от Зенита на 12 очков, а от Локомотива и Краснодара на 6 очков И настичь кого-то из них ему при нынешнем качестве игры будет очень сложно Тем временем несколько снизился накал страстей в борьбе за золото Все из-за сенсационного поражения, которое ЦСКА в субботу потерпел на своем поле от Оренбурга Пожалуй, именно эта встреча получилась в 23 туре самой яркой На чудо-гол Ивана Облякова, забитый со штрафного ударом из центрального круга В результате ошибки вратаря Евгения Фролова, гости ответили двумя точными ударами Практически одновременно со вторым голом гостей ЦСКА остался в меньшинстве вследствие двух предупреждений В течение шести минут полученных Мария Фернандесом Правда, еще до перерыва армейцы смогли сравнять счет, но последнее слово все же осталось за Оренбургом Таким образом, вслед за ничьей Суфой ЦСКА потерпел вторую подряд и еще более серьезную домашнюю неудачу А восемь очков отставания от Зенита, который в первые и последние десяти минутках встречи с Анжи забил аутсайдеру в общей сложности пять безответных голов Слишком серьезный дефицит для того, чтобы за семь туров до конца первенства рассчитывать на чемпионство Потерял очки и Краснодар, который под аккомпанемент апрельской пурги в Химках на последних минутах свел в нишью матч с Динамо В итоге на второе место вернулся Локомотив Отставая от Зенита на шесть очков, он имеет те же 42 балла, что и Южане, но опережает их по дополнительным показателям Уверенная выездная победа действующего чемпиона над Ахматом, 3 к 1, позволяет считать подопечных Юрия Семина фаворитами в предстоящем дерби с ЦСКА Запланированном в следующем туре в Черкизово на ближайшую субботу Евгений Федыков Евгений Федыков